Приветствую, друзья. Сегодня я предлагаю поговорить о такой стационарной колонке, выпускаемой уважаемым брендом Audio Pro. Модель называется ADON C5. Колонкой ее обозвал сам производитель, я бы постеснялся. Начинка у нее будь здоров, как у хорошего сетевого проигрывателя. Поддержка Bluetooth, Wi-Fi, подключение PALAN, отдельный линейный RCA, AUX-ходы, а также система бультирум. Ну и функционал, заточенный под воспроизведение музыки по сети или через множество современных стриминговых сервисов, а также интернет-радио. Вот такая скромная колонка от Audio Pro. В точку был лишь один факт. Она реально стационарная, то есть питается исключительно от розетки. На природу ее взять не получится. Но нужно ли? Поехали. Коробочек у аудиосистемы не такой уж и большой. В комплекте находим сам девайс, два провода питания для разных стран и набор макулатуры на кучу разных языков. Русского тут, увы, нет. Но лично мне по картинкам уже все было ясно. Бумажка про Спотифай никакого премиум аккаунта нам не дает. Пришлось докупать его самостоятельно, чтобы, как говорится, вкусить по максимуму. Внешне это небольшая коробочка из ДСП, стоящая под наклоном вверх. Виной тому вот эти две пары резиновых ножек разного размера. То есть смотрит аппарат на нас и чуть-чуть вверх. Положение очень устойчивое, так что даже на максимальной громкости по поверхности он не ерзает. Спереди имеем два закрытых высокочастотных динамика 3,4 дюйма и один открытый, отвечающий за басы средние, на 4 дюйма. С точки зрения стиля и эстетства, друзья, это просто ураган вкуса. Но, скажем, для кухни, где подобные устройства чувствуют себя максимально корректно, не повредила бы еще хоть какая-нибудь средняя пылевлагозащита. Для спальной или гостевой комнаты девайс, на мой взгляд, слабоват, не по мощности. Конечно же 40 Вт достаточно подавляющему большинству меломанам. А по аудиофилскому аудиальному наполнению. Верхняя часть отведена под удобную кожаную ручку, за которую я держу. Можно переносить. Ну и здесь же находится блок управления самой системой. Для начала расскажу, как ее вообще правильно включить и настроить. Сперва рекомендую скачать на смартфон приложение от Audio Pro и запустить его. Колонку подключаем в розетку. Зажимаем кнопку включения сверху. Процесс не мгновенный. Дождитесь приглашения от колонки. Затем с задней частью на пару секунд нажимаем кнопку Wi-Fi Connect, а в приложении вводим пароль от вашей сети. Несколько секунд и соединение будет уже достигнуто. Это, естественно, необязательная часть. Вы можете использовать ее по проводной сети, через Bluetooth, AUX, линейный вход. Но все-таки максимальный восторг достигается именно по Wi-Fi. Теперь, что касается управления. Верхняя левая кнопка переключает входы. Обратите внимание, здесь AUX и линейный RCA это разные режимы. Кстати, вход под RCA на 3,5 мм находится здесь же. Далее идут кнопка включения, плей пауза, отвечающая за первое соединение по Bluetooth. Управление громкостью, выполнено в виде круглой большой качельки. Без изыска. Хотелось бы крутилочку. Но это очень функционально. Интересный факт, что в случае подключения по Bluetooth громкость регулируется своя внутренняя, а не от источника. То есть по Bluetooth делать громче тише на телефоне не получится. Либо в самом приложении, либо вот этими кнопочками. Еще четыре кнопки. Это по сути пресеты. Назначаются они в приложении. На первую я повесил свой любимый плейлист от Spotify. На вторую интернет-радио. Теперь, чтобы запустить музыку, мне даже не нужен смартфон. Включил колонку, нажал кнопочку просета и все играет. Вообще потрясающе. Теперь рассмотрим, что же у нас сзади. В силу маленькой диагонали излучателя имеется здесь фазоинвертор. Именно он и резонирующая поверхность будут нам создавать нижнюю часть баса. Заявленный частотный диапазон начинается от 50 Гц. Глядя на АЧХ, он вполне оправдан. Здесь же имеем RCA вход для максимального качества звучания, выход под внешний SAP, LAN порт. Ну и не совсем мне понятный переключатель. По инструкции ясно, что для Wi-Fi тумблер надо переключить влево, а в остальных случаях вправо. Но это лишь рекомендация для получения максимальной отдачи от устройства. Все работает так и так. Можно не трогать. Ну и самая странная функция USB порт для зарядки ваших внешних устройств. Других возможностей этот USB порт не дает. Можно было вообще его не делать. Колонку можно открыть. Для этого выкручиваем размещенные сзади шурупы. Внутри находим микросхемы усилителей и микроконтроллер. Собственно и все. Пайка здесь отличная. Все сделано по уму. Сделано шведами. Сделано круто. О том, как соединить колонку по Bluetooth или линейному входу уверен, но никому рассказывать не нужно. Однако возможности эти удобные и о них нужно помнить. Например, для просмотра видео с моего ноутбука я предпочитаю использовать линейный RCA вход и выход моего ЦАПа. А чтобы запустить музыку или аудиокнигу с телефона, лучше подойдет конечно же AUX или Bluetooth. Почему не использовать UPnP? Ну, например, мой любимый плеер аудиокниг на телефоне так не умеет. А искать, где конкретно я остановился на встроенном плеере, ну просто нет желания. То есть все функции тут реально нужны. Будете вы ими пользоваться или нет, ваше дело. Но я столкнулся с тем, что мне и по проводу нужно, и через Bluetooth, и по сети. Пульс здесь, как вы наверно уже заметили, не предусмотрен. Но это все только потому, что все необходимое делает фирменная приложуха. Видел очень много нелестных отзывов на его стабильность, но это было наверно два года назад и по ходу большинство косяков к сегодняшнему дню уже исправили. Еще один важный момент. Если вы не поленитесь и узнаете IP-адрес, по которому подключен ваш аддон C5 к внутренней сети, то обнаружите там веб-интерфейс, в котором можно обновить прошивку по интернету. Сама она почему-то не обновляется. Надо зайти и нажать кнопку апдейта. Колонка перезагрузится и вуаля. Больше толком там делать нечего. Почему это не вынесли в Android приложение или iOS приложение, для меня большая загадка. Само приложение дает возможность удаленного переключения входа, изменение громкости, назначение пресетов, двухполосный эквалайзер и, естественно, возможности по настройке стриминговых сервисов. Из интересного нам будет Spotify, Tidal, Deezer. Отдельными пунктами вынесено интернет-радио на кучу языков, включая русский. Здесь же есть режим будильника, таймер засыпания, назначение комнаты для каждого подключенного элемента системы. Она же мультирум. По опыту скажу. Я назначил пресеты и с тех пор вообще не касаюсь смартфона. Так что сильно закапываться в настройки вам не придется. Один раз посидели, все пароли вбили и дальше только отдых и удовольствие от любимой музыки. На компьютере Fubar 2000 все завелось с плагином UPnP. Причем я тут абсолютно ничего не настраивал. Просто выбрал UPnP как вывод звука в настройках Fubar и все играет. Нагрева у девайса я не заметил никакого. Все хорошо и четко. АЧХ колонки снимал на расстоянии 30 сантиметров на резонирующей поверхности столе. Почему так? Смысл динамика частично теряется, если поверхность, на мой взгляд, не дает дополнительный буст. По графику мы имеем небольшой провал от 1 до 2,5 кГц. А так более-менее нормальная АЧХ заметно лучше, чем у подавляющего большинства блютуз колонок. Импульс немножечко грязноват, зато искажения THD не превышают 1,4% в пиках. Водопад дает всплески на нижней части спектра, но это вполне можно списать на недостатки моей комнаты. На мой вкус, как для портативной колонки, замеры просто шикарные. Звучит аддон C5 на удивление чисто и ровно. Первое время это даже немного шокирует. От подобных устройств ждешь либо заваленный низ, либо его полное отсутствие. А здесь и бас гармонии, причем в гармонии с серединой, с ВЧ. Если же вам чего-то не хватает, то есть двухполосный эквалайзер в приложении. Он поможет. Меня все устроилось с коробки. Я слушаю в основном сложную около джазовую музыку и тут для нее полное раздолье. Баса в меру. Он не гудит, не пердит. Середина не провалена. Высокие, мягкие. Не свистят, не режут. Вообще весь звук такой мягкий, естественный и очень ровный. Словно играют какие-то небольшие мониторы. Акустические инструменты звучат весьма насыщенно и глубоко. Насколько это вообще может позволить 4-дюймовый излучатель? Не хватает? Выход на внешний саб тоже в наличии. Вокал живой, чистый, с хорошей проработкой и детализацией. Стыков, драйверов не слышно. Звук буквально льется, создавая реальное ощущение присутствие. Что же по возможностям? Минимальное качество достигается по Bluetooth из-за использования тут всего лишь SBC кодека. Максимальное? Логично по кабелю. Качество стриминга соответствует вашей подписке. У меня, например, премиум на Spotify. Бесплатная версия играет заметно проще. Интернет-радио в среднем вещает 112 или 128 килобит в секунду битрейта. Бывает 320, но редко. Выбирайте, что лично вас устраивает. И, друзья, вперед. Итогом. От колоночки Audio Pro я остался в полном восторге. Умеет она все, что мне только нужно. Портативная, стильная, с правильным ровным звучанием и очень неплохими замерами. Не хватает в ней разве что какой-нибудь айпик защиты. Очень хочется разместить такую, например, в ванной комнате. Звучит она отлично, словно хорошие мониторы. Делает ее уважаемый шведский бренд. Ценник вполне разумный. О чем еще мечтать? Ну, разве что о старшей версии Audio Pro ADON C10. Вот такая вот интересная и очень-очень классная колоночка Audio Pro ADON C5. На этом всем добра. Всем пока-пока.